существует разные методы ферментации и каждый специалист за свой метод болеет и говорит что вот его метод самый лучший но решил провести такой эксперимент хочу рассмотреть самые популярные методы ферментации вернее не методы ферментации а подготовки к ферментации ферментация будет одна и та же обычный метод один и тот же вот подготовка к ферментации вот эти методы мы рассмотрим например кто-то и по старинке как это делали скручивает в колбаски и складывает их вот я взял три банки сюда скручу колбаски и потом буду ферментировать другие говорят что проще мять 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 лист тогда быстрее получается это сюда в эту банку любую мять и потом тоже посмотрим что получится еще есть метод для листового чая популярный это с помощью роллера скручивание листа ну этот метод как-нибудь похожее рассмотрю потому что в данный момент пока нет такой доски сделаю и потом мы рассмотрим как это получается и третий метод кто-то говорит что проще всего это вот взять мясорубку все мясорубки перемолоть вообще чего париться получается также вкусно все хорошо тогда уже конечно не листовой чай получится а гранулированный вот мы попробуем проведем такой эксперимент и потом проверим что же получится какой же чай вкуснее ну вот как на мой вкус посмотрим время у нас получается одно и то же будет ферментация то есть методы курс подготовки разные я конечно не буду рассматривать здесь так называемые методы ферментации некоторые говорят нужно заморозить и тогда вот тогда это будет хорошо не получается что при заморозке в портится вкусовые качества тогда не вам чаем получается не то что не вкусно это даже противный поэтому заморозку и похожие методы типа ферментации я не буду рассматривать вот рассмотрю сам вот эти популярные первый метод подготовки ферментации это скручивание в колбаске берется несколько листов в зависимости ну каждый по-своему да может вот рука побольше может сильнее он может там несколько листов раскрутить 15-20 кто то рука поменьше то может меньше или при скручивании тяжело это делать поэтому обычно берется несколько листов и скручивается закручивается таким вот методом этот метод известен с давних времен раньше используют так что брали какую-то бочку и ее очень плотно утрамбовывали тоже таким же методом складывали очень плотно утрамбовывают эти вот такие колбаски листовые хочу сказать что лист старый собрали сегодня 1 августа этот лист старый там не просто цветы хорошо цветут но там уже семена уже есть стручки с семенами также лист не вялю как известно каждый травник это знает наземная часть ее вялить нельзя то есть листья и цветы вялить можно только и нужно это только подземную часть корни но обычно листья их собирают до цветения в данном случае он грубый лист поэтому уже чай не идеально получится идеально получится если листочек собран до цветения он мягенький от него такой сильный-сильный аромат исходит очень замечательно получается ну такой вот метод простой главное плотно утрамбовать тогда получится что полностью вся вот эта масса листовая она будет ферментироваться если не плотно то тогда местами будет нет ферментирована и также нужно хорошо закрыть крышкой раньше обычно бочку хорошо плотно закрывали или где-то вложили ткань смоченную чтобы воздух не попадал мы сейчас есть наше время на банке которые можно хорошо крышкой закрыть и будет ферментация второй метод это мы будем мять мять лист для того чтобы его подготовить фермент то есть отферментировать забросить банку и отферментировать это тоже делается просто просто нужно мять как тесто перемешивать его и тоже пока он не станет такой липковатый пока он не будет в досок немножко да чуть-чуть совсем конечно так как листар и поэтому он ломается хорошо когда молоденький лесочек он это делается быстрее все маленький маленький клубочек примерно что тот получается ты этому сейчас конечно быстрее видно что быстрее метод но и лист старый он ломается сильно быстрее чем предыдущий ну и лист ломается сильнее тоже может резать не надо кто-то скажет резать не надо ну и третий метод который мы сейчас будем использовать подготовка к ферментации это как некоторые говорят самый быстрый способ ну в этом случае конечно листовой ванчай не получится а получится кранулированный тут конечно объяснять показывать да тут каждый знает да особенно если у кого-то электрическая мясорубка то закинули вообще за какие-то минуты сделается тут больше стало трясется наверное ну не знаю посмотрим цель наполнить такую же банку вот банка посмотрим по времени сколько это займет ну конечно самое главное для нас это вкус завтра уже будем проверять вкус когда после ферментации все это стоит ферментируется вот первая пошла первые листочки как говорится все познается в сравнении проверим и сравним хороший у нас эксперимент проверка самых популярных методов подготовки к ферментации повторюсь ферментация будет одна и та же то есть это все будет делаться в банках объем один из солджи и они будут плотно закрыты время будет ну плюс минус 15 минут не так страшно не так страшно не так страшно не так страшно начиница тут главное держать мясорубку хорошо держать на силу это заключается ну и крутить конечно сейчас вышло бы немного посмотреть что получилось такая масса получится перемолота типа фарш только зеленого получается вот такой вот обычно да как фарш только зеленый потом все эти гранулы когда высушится будет такой гранулированный чай но на вкус посмотрим сравним с листовым все наш чай готов к ферментации и вот как вы думаете какой метод подготовки ферментации оказался самым быстрым что быстрее крутить колбаски листовые или же на мясорубке прокрутить ручной или помять но самым быстрым оказалось помять ушло 15 минут скрутить в колбаске 25 минут через ручную мясорубку 35 минут почему долго через ручную потому что волокна забивались и получалось что прокручивалось с местами поэтому дольше может у кого-то электрическая мясорубка поэтому быстрее будет помять плюсом оказалось это то что быстро очень но лист старый собирал сейчас 1 августа листарый поэтому он ломался получается что много ломаного листа если кому-то все равно получается и быстро посмотрим завтра что у нас получится конечно ну вот по быстроте получается медь быстрее всего в отношении скрутку в листовой колбаске листа мало ломается хотя он тоже старый грубовато мало ломается что тоже плюсом является и также по времени 25 минут почти два раза дольше но все-таки такое время среднее ну сейчас поставлена ферментация поставил уже включать закрыл до банки ночью будет ферментироваться при 21 градусе чай у нас ферментировался всю ночь и ночью температура 21 градуса опустилась до 20 и получается что чай ферментировался 10 часов при 20 градусах цельсия ну теперь мы будем сушить его и проверим сколько времени это займет сушка также после ферментации примерно какой запах тот чай который мы скручивали в колбаске у него такой приятный аромат цветочный сладенький вкусный запах у мятого у него немного другой запах у него больше такой на щавелевый похож запах щавеля напоминает цветочный вот запах у него еле-еле ощутимо чувствуется ну и гранулированный который мы хотим делать через мясорубку пропустили у него совсем какой-то необычный запах даже не могу сказать что этот запах я не сказал что он плохой но какой-то писать специфический что ли непонятно в начале попробуем так из каждой банки возьмем по половину по половине высушим мы это проверим все высушим проверим вкусовые качества проверим остальную остальную половину еще продолжим ферментацию поставим чтобы она чтобы она подольше ферментировалась потом тоже проверим такой тоже эксперимент таким чаем до который 10 часов и который позже но так как листовые чаи до мяты и крученых колбаски нужно нарезать вначале мы будем просушим чай пропущен через мясорубку духовка настроена на сто градусов но почему ведь обычно травы служат не более 50 градусов чтобы там свойства не потерялись но мы помним что у нас ферментированный чай и происходит ферментация такой же процесс как процесс брожения и чтобы остановить этот процесс ферментации температура должна быть больше если мы этого не сделаем то получится так что если будем сушить при обычной температуре то тогда чай будет с небольшой кислинкой этот процесс ферментации он будет действовать по маленьку по маленьку останавливаться в конечном итоге остановится но будет кислинка поэтому мы делаем это быстро при 100 градусах в открытой духовке прошло пять минут и за это время я нарезал чай скрученых колбаски и тоже ставлю его сушиться ровно пять минут прошло тот чай который мы первый поставили он потемнел он стал темноватый коричневого цвета начал подсыхать еще важно помнить о том что важно чтобы он полностью просох если он даже чуть-чуть не досохнет то потом наш чай весь заплесневеет то есть и получается мы все испортили поэтому важно чтобы он хорошо просох лучше просушить его хорошо более часа но чтобы он очень очень хорошо просох ну и как раз проверим сколько выйдет времени на это для хорошей просушки ну теперь про сушку чая быстрее всего высох чай гранулированный который мы пропускали через мясорубку он сох 1 час 30 минут я его не утрамбовывал плотно если бы я его утрамбовал плотно тогда бы не было бы такой то он получился гранулированный тогда была бы сплошная масса и очень тяжело было бы это отлепить к тому же было бы так что он сох бы дольше ну вот за час 30 минут из 400 миллилитров вышло 200 миллилитров сухого те которые скручивал в колбаске вышло что он сох 2 часа 10 минут подольше но и вышло его тоже больше из 400 миллилитров сырого утрамбованного вышло 700 миллилитров сухого почти в два раза больше ну теперь проверим разницу на вкус на запах так здесь у меня гранулированный я заварил в кипятке стакан одинаковые а здесь вот те которые скручивал в колбаске получается что время у них ферментация одно и то же 10 часов при 20 градусах время заваривания тоже порядком не дало ему завариться хорошо чтобы так полчаса вышло что он заварился так чтобы мощно завариться ложку половую ложку но здесь по цвету они одинаковые почти единственное вот который вкручен к колбаске у него чуть-чуть он такой более темный цвет немножко чуть-чуть отличается по всем еле еле отличимы практически один цвет по запаху гранулированный такой вкусный запах но вот у которого скручены в колбаске листового у него намного вкуснее запах у него не просто вкусное но у него такой приятный приятный ароматный такой прям хочется выпить хороший запах гранулированный не четко нормально вкусно так это у нас который скручивал колбаски листовой у него действительно вкус получен вообще суперский такая небольшая терпкость как у напоминающая терпкость черного чая хорошего качественного вкус такой интересный по качеству чая все таки вот вот скрученный который в колбаске все таки получше намного вот это вот супер конечно а это так себе на четверочку тоже понятно ферментация есть но уже не то нету вот этой терпкости такой особого вкуса вот когда по запаху почти почти неотличимы чуть чуть отличается а вот по вкусу сильно сильно отличается хотя вроде бы сделаны в одно одно время метод ферментации один и тот же просто разно получается разная подготовка к ферментации здесь у нас с гранулами делали скручивали скручивали перемалывали гранулировали а листовой мы его скручивали и вот чувствуется разница хотя вот если посмотреть по быстроте даже даже ручной мясорубкой даже ручной мясорубкой крутил 35 минут получается больше чем когда скручивал в колбаске 25 минут но то что он сок быстрее 1 час 30 минут получается что 2 часа 5 минут а плюс 10 часов 12 часов 5 минут вышло на него приготовление на этот 25 минут он его подготавливал к ферментации да потом 2 часа 10 минут он сок плюс 5 минут нарезка и получается что здесь у нас выходит 2 часа 40 минут 12 часов 40 минут на 35 минут гранулированный чай быстрее я сделал быстрее получается на полчаса быстрее но тоже время небольшое конечно но получается что сделать его быстрее можно а у кого не ручная мясорубка электрическая конечно делается вообще махом получается еще быстрее даже да сократить время можно приготовление но вот хотя тот который скручивал колбаски он дольше делается но по качеству чай вкуснее чуть попозже сравнение сделаю чая вкрученого колбаски и чая который мы мяли то есть 2 листовых чая есть ли разница в вкусах это второй получается метод который чуть побольше мы оставили не метод а время второе которое мы побольше оставили и вот мы проверим разницу у этих листовых чаев есть ли качество вкусовые где лучше где хуже и есть ли вообще различия ну теперь проведем эксперимент между иван чаем который мы мяли иван чаем который мы скручивали в чем разница я досушил ферментированный иван чай который я поставил на 17 часов ферментироваться и тот и другой и после этого когда я сушил я заметил что от того иван чая который мы скручивали исходит больше более сильный приятный аромат чем от того который мы мяли там тоже есть такой приятный цветочный аромат но он не такой сильный как от того который мы скручивали в колбаске ну теперь можно проверить вот здесь тот иван чай который мы мяли ну запах чувствуется иван чая приятный запах здесь то же самое то есть по запаху но не понять какой из них вкуснее да или может они одинаковые ну тут вкусный ван чай да действительно вкусный здесь вкуснее присутствует еще особая терпкость особая терпкость то есть делать его вкуснее то есть если гранулированный чай который до этого экспериментировал была небольшая горькость он горчил и это горечь она наоборот ухудшала вкус чая то здесь терпкость в том чай который прокручивали скручивали ну здесь просто вкусный чай больше похож на не ферментированный а такой полуферментированный хотя вроде бы полностью ферментирован был такой вкус можно еще попробовать сахарком сейчас разведу попробуем чуть-чуть разницу маленечко разница ну это все-таки приятно но все-таки он получше будет у него свой такой супер вкус ну на мой вкус все-таки получается скрученные листовые колбаски он вкуснее тот который мы мяли тоже вкусный получается но это все-таки вкуснее но тот который гранулированный он горчит его можно пить но есть у него тоже вкус лимон чая но из-за этой горечи она немного портит это так все равно что добавляешь травку и туда например пижму добавил или полы и такой горечь такая присутствует это горечь портит все-таки гранулированный ну как-то мне сильно то и не понравился попробую как-то мне не понравился хотя пить можно но не то ну конечно по времени если брать то тот который мы мяли он все-таки в два раза быстрее его делать получается чем тот который вы скручивали поэтому по времени быстрее мять там 15 минут всего 15 минут мялый и сушка там час всего высушил высушилась хотя тоже старался плотно утрамбовывать хотя не получилось так все-таки когда скручиваешь колбаски листовые больше заходит в эту банку утрамбовываются все-таки больше чем когда его умнешь но вот по времени получается быстрее мять два раза быстрее чем скручивать поэтому если вы любите горький чай такой чтобы он был горчинкой то вам подойдет гранулированный он будет немного давать горчинкой как будто туда добавили немножко полыни и на или или пижмы если вы хотите сделать быстрый ван-чай то подойдет метод мять ну а если вы хотите сделать очень вкусный иван-чай в таком случае хоть и времени побольше нужно будет для этого подойдет скручивание листовые колбаски поэтому выбор за вами сделать ее в в Продолжение следует...